Всем привет! С вами Игорь! И сегодня расскажу, как поломался мой коллектор и как его починил. Ну, в принципе, в коллекторе сразу вопрос, да, у вас такой, что там может поломаться в коллекторе? Да ничего там не может поломаться, кроме вентилятора. Вот этот вентилятор, верхний вентилятор, это. У меня два стоит вентилятора. Кто может первый раз смотрит мое видео, там у меня есть на канале про солнечный коллектор много видео. Вот, и там смотрите его, там есть плейлист у меня солнечный коллектор, вот, как я делал, все в деталях. Ну, кто смотрит постоянно мои видео, то знает, что у меня стоит два вот таких вот вентилятора, стояло точнее, в моем коллекторе. Это на входе в коллектор, сразу на входе, внизу и на выходе с коллектора, сверху. Вот этот коллектор, он стоял сверху, и он, ну, расскажу все по порядку. Пришел я домой с работы, и солнечный день такой был, вот, буквально на днях, вот, и чувствую, что в доме что-то, по-моему, коллектор не работал, ну, что температура было где-то, что-то, ну, ниже, чем обычно, вот, там плюс 17 что-то было, или что, я сразу понял, что, наверное, коллектор не работает, потому что когда он работает, то намного теплее в доме, сразу это чувствуется. Вот, и еще плюс, когда он работает, еще не высмердилась ДВП-шка, и от нее запах тоже такой есть специфический в доме ДВП, это как, ну, там, ну, как пахнет ДВП, да, там, в мебельный магазин, кто заходил там или где продаются вот эти вот плиты, все, кто знают, вот этот вот запах ДВП, я думаю, что она вывоняется, уже она намного меньше воняет, чем раньше, вот, чуть-чуть такой еле чувствуется уже этот запах, да, вот, прихожу я домой и смотрю, что, наверное, коллектор не работал, я полез наверх, и действительно, вот этот верхний вентилятор и рукав, там у меня гофра алюминиевая, вентилятор надетый прямо на коллектор, вот, был, и на него уже наделась гофра алюминиевая, 130-я наделась, и пошло вниз в дом по трубам, по трубе, вот, и вот этот вот весь рукав вместе с вентилятором отпал, вот, сверху, от выхода с коллектора сверху, и так вот он согнулся и висел, вот, и поэтому там получается, даже он и не включился, потому что датчик там стоит, датчик у меня стоял вот здесь вот он был пристегнутый, вот, вот, вот видите, такой вот здесь этот стяжечка черненькая, да, видно вот эта стяжечка, и вот здесь вот был пристегнутый термодатчик, вот, датчик отпал вместе, ну, с вентилятором, с гофрой, и, соответственно, коллектор и не включился, вот, хорошо, что он хотя бы там открылся верхний выход, и оно там могло хотя бы самотоком проходить горячий воздух, что он там не застаивался, так, выходил он на чердак этот горячий воздух с коллектора, и то хорошо, что он не перегрелся, вот, ну, я туда к этому подцепить, вот, и думаю проверю, заодно давно, давно хотел проверить, этот вентилятор верхний работает он или нет, потому что я подозревал уже давно, что он не работает, я пошел вниз, включил вручную вентиляторы, вот, и вылез наверх, действительно, вот этот верхний вентилятор не работал, хотя, вот так вот я понюхал, все тут горелым, ну, не воняло, то есть обмотки явно были не сгоревшие, вот, почему он не работал, я его снял, вот, тут вентилятор, потом я его разобрал, и благодаря вот видео Александра Максименко, у него на канале там всякие ремонты, он показывает, я уже знаю, что в обмоточных изделиях, там где электромоторы или трансформаторы, ну, везде где есть обмотки, там медные вот эти вот, там ставятся термодатчики, или даже не термодатчики, это правильно говорить, а терморезисторы, или, наверное, или как оно называется, ну, термозащита, что ли, то есть по превышении температуры этот терморезистор, он как бы впаян в цепь одной из катушек, вот, он разрывает просто цепь, и все, вот, я его нашел, там он такой маленький, моя уже настолько маленький, что я уже даже потерял, хотел показать, ну, там вообще такой, ну, как, чуть больше, может, чем спичечная головка, вот, малюсенький такой, и я его выпаял отсюда, с вентилятора, напрямую опять подключил, без него все, вентилятор работает, как новый, без этого резистора, но я его уже решил туда не ставить этот вентилятор, вот, ну, что он, раз он выключился, сработал этот терморезистор по превышению температуры, то в следующий раз сгорит сам двигатель, ну, что он уже не выключится, и жалко вентилятора, как бы пропадет вентилятор, вот, и что получается, ну, сейчас он у меня работает с одним вентилятором, вот, и еще что хотел сказать, получается, что вот этот вентилятор, судя по всему, он выключился, этот терморезистор еще давно, наверное, еще в первый раз, когда температура достигла вот тут на термодатчике 70 градусов, это еще было, наверное, в начале зимы, когда я его только поставил, вот, и все время он не то, что не работал, он еще и создавал сопротивление собой, вот, такая штукенция, вот, и что получается, он не просто стоял, он не просто стоял, он, когда вот через него проходит поток, он еще и крутится, сейчас я покажу, вот, видите, это я просто подул, это я просто подул, и он уже крутится, и что получается, даже если бы он просто стоял, просто стоял, и через него проходил воздух, он бы создавал меньшее сопротивление потоку, чем когда он крутится, это все равно, что как ветряк, ветрогенератор, он, когда стоит, он сопротивляется воздуху только площадью своих крыльев, то есть минимальное сопротивление, ветряк раскручивается, он уже ловит полностью, всем своим кругом, вот этой вот площадью метания ловит ветер, то есть сопротивление намного больше в разы ветру, и то же самое происходит с этим вентилятором, он раскручивался от потока, ну, конечно, не так сильно, как надо, но вот этим он еще больше тормозил, соответственно, перед ним, перед вентилятором, вот здесь вот создавалось давление в коллекторе, вот, и естественно, что там где-то может хомутика слаб, или что, и этот вентилятор, его, вот этот нижний рабочий был, он его просто сбросил вместе с рукавом, спихнул скрепление, так сказать, ну что внутри было большее давление, после него меньшее, так что он не просто не работал, он еще и создавал мне сопротивление лишнее потоку воздуха, он мешал рабочему вентилятору, вот так вот получилось, да, вот, ну ладно, сделал я, там, в принципе, снял я этот вентилятор, подцепил назад рукав, все стало работать, сейчас посмотрим, вот сейчас солнечный день, посмотрим, сколько у меня сейчас в коллекторе, так, вот я снял штативчик, с штативчика свой, свою камеру, и у нас сейчас в коллекторе мы видим почти 75 градусов, вот, но может быть даже еще температура вырастет, ну что еще солнце не повернулось под прямым углом на коллектор, еще не совсем повернулось, поэтому еще вполне возможно, и эта температура, кстати, даже вот без этого вентилятора, без того, что оно мешает ему там, поток увеличился, увеличился поток, вот, отсюда довольно значительно, я вам скажу, после того, как я снял этот вентилятор, который мешал только, вот отсюда вот уже так нормально дует, и дует прям горячим воздухом таким, реально горячим воздухом, эта труба, она вся горячая, да, вот, ну, еще мало, мало ему этого вентилятора, буду ставить более мощный вентилятор, вот, для этого коллектора надо намного более мощный вентилятор, ну что, ну, вот такая температура, это, мне это не годится и не нравится, вот, это слишком низкий КПД, кстати, на улице, сейчас пойдем посмотрим, какая температура на улице, вот, думаю, намного более мощный вентилятор ставить сюда, ватт так на 150 или даже 200, это центробежного типа, барабанный или улитка, как там, как хотите, так и называйте, вот, чтобы хотя бы понизить температуру, ну, до 40-45 градусов, вот, это, ну, я так смотрю сейчас по опыту использования своего коллектора, что тут надо очень сильный поток воздуха, очень большая продувка, чтобы вот эту температуру сбросить сейчас с 75 до, ну, 40-45, это очень должна быть сильная продувка, я буду к этому стремиться, конечно, ну, такой более мощный вентилятор поставить, ну, не знаю, посмотрим, что с этого выйдет, о, чтобы повысить этот КПД, ну, и он и так, в принципе, греет, прекрасно греет, ну, хотелось бы, конечно, лучше, ну, просто я не добираю возможности этого коллектора, это как бы неинтересно, так, сейчас пойдем на улицу, так, вот я выбрался на улицу, сейчас у нас 2 градуса всего, да, ну, да, 2, что-то почти 3 градуса тепла, ну, короче, холодно, холодно, еще и такой ветерок есть, на коллектор уже почти светит солнце под прямым углом, но еще, я думаю, температура немного повысится, я так думаю, еще, что мне не нравится, я заметил, что поликарбонат, как бы, я не знаю, будет вам видно, он вогнутый в середину, попробую сейчас увеличить, видно это или нет, как он вогнутый, потому что я не вижу, сейчас я, может, это так отстать, это так вот, по-моему, видно, как он выгнулся, вот именно не нанаружи он выгнулся, а в середину выгнулся, не знаю, хорошо это или плохо, но что-то мне это не очень нравится, вот, я там оставлял места для люфта, вот, но, наверное, он не ерзает, потому что я сильно придавил его планкой, вот этой, по периметру, там он не может двигаться, вот, вот такое вот сейчас солнце, яркий солнечный день, тучек нет, панельки, кстати, тоже сегодня классно работают, прекрасно работают, видел 3 киловатта на них, вот, это, ну, мой, у меня 4-х киловаттный массив, 3 киловатта, это 75% заявленной мощности, я думаю, это неплохо, совсем неплохо, ладненько, наверное, еще включусь, а немного позже, посмотрим, сколько же он надавит максимум температуры, итак, вот сейчас у нас 2 часа дня, и сейчас 78 градусов, 78,3, ну, я думаю, что это уже максимум, уже больше не должно расти, у меня обычно, это 2 часа дня, ну, 2, там, 3, это максимальная температура, в коллекторе, солнце светит прямо, под прямым углом, но уже выше, конечно, намного выше, 6 марта сегодня, вот, уже солнце, чем дальше, тем выше, а у меня коллектор стоит вертикально, вот, вот такая вот температура, это даже при том, что я снял этот вентилятор, который мешал, увеличился поток, воздух, оно все равно, достигает опять же 78 градусов, вот, я даже не знаю, какой вентилятор, ему уже надо и ставить, чтобы выдавить эту температуру оттуда, ну, буду такой помощнее подбирать, ватт на 150, 200, вот, а может и больше, буду смотреть, может, вы что-то посоветуете, какой-то вентилятор такой, чтобы нормальное давление создавал, и хороший проток был, вот, ладненько, еще позже включуся, сколько он будет работать, ну, там, когда уже он выключится, или перед выключением, сколько же сегодня он проработает по времени, и так, вот уже выключился коллектор, только что вентилятор выключился, солнце уже, я и не вижу даже, ну, наверное, там что-то внутри нагрелось, там, ДВП-шка, или шутка, это рамка, может, металл так долго остывает, но уже солнца как бы и нет, а он только-только выключился, выключение у меня там на 23 градуса, кажется, работал он, вот 17.30 сейчас, да, видите, то есть до полшестого, это уже, получается, расширилось, его время работы, в день, это с 10 примерно, до половины шестого он работал, максимальные температуры вы видели, вот, кстати, вот, как бы после обеда уже и ниже нуля было, вот, как-то на солнце тепло вроде как, а в тени мороз, снег замерзший был, вот, такой вот вывод сделал, что вентилятор ставить наверх нельзя, он там работать не будет, все равно, там сгорит в любом случае, вот такие вот делишки, только на входе в коллектор можно ставить вентилятор, ну, вот такое вот видео сегодня получилось, пишите в комментариях, кто что думает об этом, все, всем пока, до следующих видео.